Здравствуйте дорогие любители ММА! Сегодня у нас будет UFC Fight Night 141 Блейдс против Нганну 2 Событие пройдет 24 ноября В Пекине, Китай В главном событии сойдутся тяжеловесы В СО главном тоже тяжеловесы Тут у нас Павлович Будет дебютировать и сразу против Алистара Аверима Ну давайте все по порядку Кертис Блейдс против Фрэнсиса Нганну Учитывая, что эти тяжеловесы уже встречались Можно подумать, посмотреть, что было в этом поединке В этом поединке доктор остановил после первого раунда поединок Потому что травма глаза была у Кертиса Блейдса Но с того времени прошло много времени И Кертис Блейдс только улучшался А Фрэнсис Нганну после боя с Меотичем Вообще, ну, показал какой-то слабый поединок Против Юйса Кертис Блейдс по кличке Рейзор 10-1, профессиональный рекорд 27 лет, вот достаточно молодой 193 сантиметра рост У него базовая борьба В последнем поединке он Алистара Аверима прошелся По нему, как каток, не оставил ни шанса Переводил в партер, бил локтями В третьем раунде Забил его до остановки До этого победил Марка Ханта Правда, в первом раунде он там пропустил Жестко Но потом все в борьбу перевел И все получил с удачным В том бою, конечно, у Марка Ханта были шансы Также, наверное, будут они и Лунган Но нанести удар там в первом раунде Какой-нибудь жесткий Но я думаю, он будет пропускать их давно Все равно Алексея Олейника Ну, там, по идее, Олейник сам что-то лоханулся Вот так вот смотришь, по идее, тут где-то везло Но ли старое время он прошел уверенно Ладно, будем считать, что он растет от боя И еще Даниэля Мельчака Решение победил Ладно, неважно В общем, у него такая достаточно внушительная серия из побед После поражения Нганна, опять же Получается, уже до роза титульного поединка Это последний этап Перед ним, я думаю, если пойдет Нганна То уже точно получится Но, опять же, если Нганну Каутирует Кертиса Блейдса Может, будет опять Давать что-то Может, сведут его Не знаю С Кормье Принцис Нганна по кличке The Predator 11.3, профессиональный рекорд 32 года на 5 лет старше 190-30 метров рост Абсолютно такой же, как и Кертиса Блейдса То есть, по идее, по габаритам Они должны быть одинаковые Вот у него два поражения подряд уже От Деррика Льюиса решением И от Тебе Меочича тоже решением Опять же Также можно подумать, что решением Кертис Блейдс Победит До этого в семнадцатом Листара Аверима Убрал быстренько Локи-панчем Орловского Гамильтоном Вот тогда у него Нужительная серия была Конечно, всех досрочно побеждал Раз, два, три, четыре, пять, шесть Срочек Было, дали Китульный поединок И он его служит Вот так бывает Мой прогноз Наверное, в этом поединке Кертис Блейдс Победит решением Переходим к главному событию Листара Аверим Против Сергея Павловича Алистара Аверим По кличке The RIM 43.17 Профессиональный рекорд 38 лет 193 сантиметра рост Опять же, как и у Предыдущих бойцов Кертиса Блейдса И Фрэнсис Ангана Ну, уже старенький Вот, конечно 38 лет Столько боев провел уже Челюсть Та Под пробитый Вот, проиграл Кертису Блейдса Фрэнсис Ангану Как раз, которые встречаются В главном событии До этого победил Фабрисио Вердума Хотя проигрывал поединок Ну, был в нокдауне И там просто Фабрисио Вердум Сам затупил Марка Ханта Побеждал Вот это ничего Неплохая такая победа Коленями там И в клинче Ну, и степень Также проиграл нокаут В шестнадцатом Давно очень Последних пяти поединков Всего две победы Но над неплохими соперниками В принципе Но с борьбой Как бы у него проблемы А Сергей Павлович Конечно, не сказать Что борец Зато он бьет сильно И я думаю Он в нокаут отправит Если не будет Нервничать Там как-то лишний раз Сергей Павлович Пресс-нарекорд 12-0 191 сантиметр Рост Даже на 20 метра ниже Ну, Сидельникова Кто только не побеждал Уже Адам Керешес С рекордом 2-0 Вот Он победил нокаутом Мохнаткина победил В этом дружеском поединке Алексея Кудина Это уже в шестнадцатом году В общем, его победы То нокаутом, то решением Решением Вот Нокаутом Нокаутом Решением Нокаутом 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 Ладно Но серьезные поединки У него начались Только, наверное, где-то С шестнадцатого года В общем, очень перспективный Наш тяжеловес И, по-моему, кстати Букмекер Кто у нас думает По этому поводу Кертиса Блейца Кстати 1.48 Ну, в таком поединке Ничего себе, блин Мангану 2.78 Уже Огромный коэффициент Кстати Почти трешка Все может быть Огромный коэффициент Нангану Конечно Вот Алистар В Рим Сергей Павлович 1.75 На Павловича Тоже неплохо Так Идем дальше Здесь я Половичу Все-таки Склоняюсь Нокаутом Возможно Третий Третий по важности Поединок Тут уже пошли Китайцы Японцы Уис Молкова Вернулся В карту Всяонан Ян Против Сюри Кондо Ян По кличке Nine 9-1 Профессиональный рекорд 29 лет Строу Уэйт Дивижн Соломинки 166 Сантиметров Рост Идет на серии Из Очень много Побед Пасыня Распрыгала В десятом Году Так Выступает И все Уже два раза Выступала Победила Кейлин Куран И Вивиан Перейры Все решениями Ну У Куран Отписательный рекорд А вот У Перейры 13-1 Был Это Конечно Ушает Надежно Скорее Она будет Фаворитом Посмотрим Сюри Кондо 6-1 Рекорд 29 лет 163 Сантиметра Рост Последним Поединки Приграла Поляне Бателлия Которая Недавно Приграла Синти Кальвилии Но так Без Не сделала Тут Прям Нокаута В первом Раунде Ну До этого Уступала И все Один раз Победила Чан Миджеон Ну В общем Наверное Здесь Фавориткой Будет Ян Данная Ян 275 Дальше 4-й по важности Поединок Я Дон Сон Против Финса Моралес Я Дон Сон По кличке The Terminator 13-4 Профессиональный Корт 20 лет Всего лишь Очень молодой 168 Сантиметров Рост Идет на серии Из 5 побед Подряд Причем 3 из них Подряд Уже досрочно Но Это Понятными Соперниками Вот В Кун Луинд Файт ММА В 17-м Году 14-2 У его Соперника Был рекорд UFC Дебютировал В 17-м Году Победил Удушающим В первом Раунде У того Был Профессиональный Корт 5-2 У его Соперника И победил Филиппи Арантеса Нокаутом Во втором Раунде В 18-м Году А его Соперник Винс Моралес По кличке Вендетта Имеет Профессиональный Корт 8-2 28 лет 70 сантиметров Рост Поступал В Белатре Попал Через данный Вайт Контендер Серия В связи Все похожи Правда После Поражения Удушающих Велатре Победил Потом Джастина Хьюга Человек Остресательным Рекордом По очкам В общем Здесь Ядан Сун Должен Быть Фаворитом И этот Вот 1-3 На Ядан Суна Так Идем Дальше UFC Fight Night 141 Рошад Культер Против Ясон Гэху Это Тяжелый Вес Рошад Культер По кличке Дэй Волкер Имеет Профессиональный Корт 8-4 36 лет 180 сантиметров Рост Последние Три Поражения У него Чейза Шермана Тайту Ивас И Криса Деларочи И до сих Спор его Не уволили Удивительно Три Поражения Подряд Ну и Ява Сонг Ху Клички Бэтбой 3-1 Профессиональный Рекорд 187 сантиметров Рост Цирилу Аскеру Проиграл Удушающим Во втором Раунде Это Выступал Сабмишинами Там Проводил И Один Правда Отправлял Но Соперники Совсем Стрёмные Культер Наверное Будет Фаворитом Но Это Уж Совсем Мешка Ему Дали Как Мешка Но Сырой Боец Все Может Быть Это Тяжелый Вес Этот Поединок Это Уже Вот На 6 Наршада Культера Что Опасно Ставить Под Пробитый Но Там У него Позиция Была Получше Чему Я Я Зон Гаху Следующий Поединок UFC Fight Nice 41 41 Джессика Агилар Против Куэйли Цанг Джессика Агилар По Кличке Джаг 26 Профессиональный Рекорд 36 Лет 161 Сантиметр Рост В последней Поединке Одарила Джоди Эксквибель Решением На UFC До Этого Было Два Поражения От Клауди Гадели И Кортни Кейси Тоже Решениями Ну Крепкая Против Клауди Гадели Выстояла Правда Это был В 15 Году Но Вернулась На победную Тропу Уэйли Цанг По Кличке Магнум Имеет Профессиональный Рекорд 17 129 Лет Она 9 Лет Младше 163 Сантиметра Рост Имеет Внушительную Серию Из Побед Последний Раз Проигрывала В дебютном Своем Поединке В 13 Году Решением Ну Потом Правда Позиция У нее Так себе Была Но Вот Эми Фуджино В 16 Году Одолела Досрочно В втором Раунде Там Трефери Остановил Из-за Рассечения Может Проводить И сабмишин И в нокаут Отправляет Своих Соперниц В общем Внушает Такое Уважение В последнее Поединке На МФС Победила Даниэль Тейлор У которой Рекорд 9 3 Решением Правда Ну Вот Здесь Я Думаю В Элит Цанг Тем более На родине Проще Здесь Я За Цанг И Вот Джанг 1.27 На нее Это Немного Всем Немного Ну Может Для Какого Нибудь Прессика И Сойдет Следующий Поединок Ванану Гу Против Лорен Мюллер Много Женских Боев Какой-то Женский Ефс Получается Я Нань Ву 82 Профессональный Кур 22 Года 174 Сантиметра Рост Что это За Дивизион Это Полулегкий Вес Там Где Чемпионка Крис Ксайборг Батюджина Мазани Проиграла Решением В последнем Поединке Вес Бой Да Легкий Что Зуриана Маквоева Ну Тут Тут Уже Совсем Слабая Позиция Яни Куницкой Проиграла Нокаутом В втором Раунде В 2016 Году В общем Оппозиция У нее Крайне Слабая А если Была Где-то Более-менее Оппозиция Она Сразу Проигрывала Конечно Лорен Мюллер Клички Принцесс Тайгер 5-0 Присо Рекорд 27 лет 165 Сантиметров Рост Правда Нам Может Быть Будет Вступать В габаритах Вот В чем Дело Шан Добсон Победила Но Это Весе Лайв Вейт Мягчайший Лягчайший Ну Короче Там Пониже Мягчайший Наверное Ну В общем Здесь Сложно Мне Определить Там Фаворит Ну Лорен Мюллер Скорее Поле Скилловая Хоть и Меньше Поле Скилловая Так Лорен Мюллер И Это А Вот Она Вот Лорен Мюллер 124 Нален Лорен Мюллер Мало Очень За счет Габаритов Я На Льву Может Затащить Тем Более На Родине Все Так Что Можете Присмотреться Я На Ньву Я Не Утверждаю Но Блин Почти За Пятерку Я Бу Задумался Может Быть Это Главный Андердог Который Может Сыграть Вот Просто Даже Еще Раз Посмотрим Рост У нее 174 Сантиметра А у Лорен Мюллер И кстати Бой Будет Проходить И в Flyweight Flyweight Тогда Ладно Понятно Как Вес Задана Известа Не Сможет Сделать Ладно Просто Flyweight Будет Все Равно Шансы Есть Шансы Есть Я На Ньву Кенон Сон Против Алекса Марано Кенон Сон Клички The Ассасин 144 Профессион Рекорд В 28 Лет 182 Сантиметра Рост Последние Два Боя Выиграл UFC Гектор Алтану Нокаут В Втором Раунде И Бобби Нэша Нокаут В Первом Раунде Это Вы Понятным Соперникам Но Странно Что Ворвался В UFC Прям Достойно Себя Показывает Очень Даже Алекс Марано По Кличке The Great White 14 Профессион Рекорд 28 Лет 180 Сантиметров Рост Програл Джордану Мэйну Решением Джоша Буркмана Победил Удушение Кэти Накамури Проиграл Сплит Ну В общем У него Какие-то Темные Времена А Кенон Сонг Будет Биться На Родине Я Наверное Даже Кенон Сонг У которого Сейчас Хорошие Времена Кенон Сонг Вот Здесь Выбор Кенон Сонг За 1 93 Все Так Будет Биться На Родине И С Двух Побед Нокаут Тоже Говорит Нокаут Своих Соперников В первом Раунде Во втором Иногда Позиция Конечно Не всегда Вызывала Не очень сильно Соперница С Оппозиция В общем С борьбой У него проблемы А у Кевина Холланда Что с борьбой Кевин Холланд По отличке The Trailblazer 13-4 Плесна Рекорд 26 лет 91 Сантус Он его Выше Больше Тяга Сантос У него Есть И Борьба Значит Если он Преугольником Задушил Человека Из Белата Ну И можно ли Его Нокаутировать По-моему Нельзя Если Прииграл Только Решениями Либо Полевыми И здесь Кевин Холланд Наверное Должна Семь На Кевина Холланда Маловато Что Поделать Джинглиан Ли Против Давида Завады Джинглиан Ли Имеет Персонар Курт 15-5 По кличке The Leech 30 лет 183 Сантиметра Рост Последний Боев Одолел До Ичи Аби Решением Это Прилжить Кью Мэтью Решением Это Была Серия Из Четырех Побед Подряд Ивуси Выступает Очень Давно 2014 Года Средненькие Конечно У него Были Соперники Кому-то Прил Кого-то Выигрывал Давид Завада Клички Сагат 164 Профессиональный Рекорд 28 лет 183 Сантиметра Рост Дэнни Робертсу Проиграл Сплитом Выступал В Польском Промоушене Побеждал То решением То удушением То нокаутом В общем Тоже Достаточно Хороший Ударник Ибо Это Будет Даже Бой Вечера Завада Но я Все равно За китайцем Потому что Он на родине Все таки Потому что Он зрелищный Ударник Потому что Его невозможно Нокаутировать Где Вот 173 На Цинляна Ли И последние Два Погинка Пингвион Лиу Против Мартина Дэя Пингвион Лиу 14-4 Профессиональный Рекорд 173 Сантиметра Рост В последний раз Проигрывал В тринадцатом Году Скручиванием Пятки Что ли Выигрывал Нокаутами В основном В первом Раунде UFC Дебютировал В восемнадцатом Году Победил Дэми Анастасика Решением И вот Теперь Мартин Дэй Его соперник По кличке Спартан 9-2 Профессиональный Про 30 лет 178 Сантиметров Рост Имеет Серию Из трех Побед Подряд Но в UFC Это будет Его дебют Имеет Небольшое Представление О борьбе Иногда Вот Выигрывает Он Удушающими Болевыми Всякими Данавайт Кондерсерис Поиграл Решением Здесь Сложно Конечно Определить Кто победит У Пингвана Лил Преимущество В том Что он Китайцы То что у него Может чуть лучше А позиция Чуть Чемпион И он Проиграл Постоянный раз Очень давно Но Уже Победу Одержал Наверное Запью 1.45 Коэффициент Тоже маловато Но для двойника Может Сойдет Луис Молка Вернулся В UFC Против Сумудайер Джи Сумудайер Даллас Самурай 14 Персональ 27 лет 75 сантиметров Рост Три победы Подряд Тоже Но в странных Промоушенах И все Он проиграл Четыре Поединка Подряд Брэндону Морено Рэю Боргу Тиму Эллиот И Никол Натусу Николау Все Конечно На слуху Все Хорошие Бойцы Ну Сумудайер Джи Чем Может Похвастаться 103 Профессиональный Рекорд 22 года В последнем Бою Проиграл Сабмишином Во втором Раунде До этого Было 3 победы Подряд Но над соперником Совсем слабого уровня И даже Абдулия Алиева Он проиграл У которого Рекорд 4-0 В решающем Третьем раунде В 18-м году Все поединки Провел Очень часто Проводит 5 боев За 2018 год Луис Малко Должен с ним Справиться Я думаю 1.49 Его коэффициент Даже большой Я думаю Ну и осталось Посмотреть Как думают Подписчики Топологи Над всем Странным Китайским Кардом Блэйт 76% Павлович 54 Ян 83 Сон 92 Культер 78 Санг 72 Мюллер 94 Сонг 69 Холланд 88 Ли 85 Лиу 89 Смолка 93 На этом все Подписывайтесь Кто досмотрел до конца Обязательно Всем пока Смолка Смолка 53 Продолжение следует...